Продолжение следует... 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 Это сказка известна очень многим народам, однако, как отмечает литовская святительница Сельсихита, литовские ее варианты несколько отличаются от прочих. Некоторые из вариантов концовок, это сказки, в которых дед и баба, забравшись на небо по коровкам и по поводу стеблю, там и остаются, интересны тем, что таким образом объясняется происхождение грома. Например, в конце сказки, когда сейчас, когда мы слышим гром, баба по небу и по госту Бога разъезжает. Даже огонь сыплется из-под колес. Или вот откуда появился гром, от разъезда в этой бабки на повозке. Получается, что дед и баба, благодаря коровку и бабу, попадают на небо и исполняют функции громовержства. Указания на роль медиатора, что небо на землю, есть не только в сказках, но и в загадках. Например, литовские загадки. Ашу, астанку лерис, дебил лапис, дебил шагис, прошу я минулю стяка. Дух густой, девять листьев, девять веток, наверху встает месяц. Это горох, это тоже довольно показательный образ. Или стук, 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 девестоят над деревьем. Ветухи поют, это тоже горох, я люблю читать по-любинтовски. В связи с сюжетом основного мифа особенно интересен цвет загадки, в которой упоминаются дети. Ашу, ажу, ажу, линь, шагу, с горбонотом, слизу, шагу, селиздей, слизи, селиздей, сувейкэйс. Дубовые ветви пудрявые, все ветви с гнездами, все гнезды с детьми. Есть еще литовские загадки о детях и перкуносе, которые практически озвучивают соответствующий фрагмент основного мифа. Есть русская загадка, в которой перкунос не упоминается, но она аналогична по сюжету. Осколку от грома катились каточки по широкой дощечке, увидали в золю, повидали в сходу, в горох. Вообще с этим сюжетом, движение вниз, существует много литовских загадок. Например, подкатывается коток не очень большой, через высокие горы, через каменные мосты. Очень много такого типа загадок. И в них явно звучит тема гибели или исчезновения. Аналогичные русские, белорусские и латышские загадки существуют. Я не буду их читать. Вот здесь, я надеюсь, видно. Например, латышская загадка. В переводе сыпется, высыпается, катится, накатывается, через литовый мост медный замок. Описание пути горов по литовских загадках. Через высокие, глиняные, пепельные горы, через египетскую гору, через ровные поля, через каменные, это все варианты. Это железный, ремесной, или липовый, или глинин, или деревянный мост. Через пивовые, или липовые леса, через острые, пневмёстрые насыки, королевскую землю, низкие склоны. Сама по себе очень экологичность и разумевает движение вниз. Сюда, с высокой горы, какое-то низкое пространство. Конечный пункт этого пути, как в отгадках, это или горло, или живот человека, или плечи, тоже ассоциируется с низом, землёй или водой, а также с закрытым пространством. Глиняный замок, глиняный дворец, глиняное место, глиняную или каменную церковь, каменную горчну, железную квартиру, подмост, чёрное море и так далее. Примечательно, что движение это сопровождается громким звуком, звоном или стуком, что немаловажно, учитывая связь с фрагментом основного мифа, а не вернутых детях-громовержцев. Особенно это отражается в латышских загадках. Вот здесь они в YouTube приведены. Например, я в латышке не буду читать. Почему вы не поймёте? В бубенчике и колокольчике стекается медный замок. Трещащие, тетрогтящие, свяжаются в железных горах. Мотив катящегося горога используется не в заговоре в цели уничтожения болезни или водоносного объекта. В белорусском заговоре в горошину трансформируется зубная боль и змея. Совершенно аналогичные фрагменты текстов. В одном случае это зубная боль. Например, маком рассыпся, горошком раскатись, зубище от деда, как чипись. Или змея. Маком рассыпся, горошком раскатись, гадюка от любви, от любви, от любви, от чипись. За горох и другие болезни могут извлечиваться, трансформируясь в горох. Причём следует отметить, что в подобных текстах горох часто соседствует с другими элементами растительного года, связанными с основным мифом, то есть с маком и перцем. В балтийской традиции также зафиксирована трансформация болезней гороха. Например, есть в латышке заговор от Верета. Тоже перевод прочитаю. Верет сидит на горе, как на сено, дай Бог ему наткнулся на серый камень, дай Бог ему исчезнуть, как горошина. В выше приведённых заговорах основным свойством гороха является его мелкость и способность скатиться, то есть быстро питься. Именно этим определяется действенность заговора. Болезни или предоносный объект должны замерчиться, раскрошиться на мелкие части и укатиться, то есть скинуть и исчезнуть. В то же время горох обладает возможностью быстрого роста и достижения огромных размеров, как уже видели в упоминавшейся сказке. Есть ещё сказки не менее популярные по категорошке. Чудесным образом в короткие сроки выросшим из горошина могучего бутылка, способным убедить дракона. Чудесный быстрый рост вверх, достижение невероятно больших размеров, противопоставляется быстрому движению мелкого гороха вниз. Как подчеркивает Татьяна Владимировна Семьяна в своей статье о колобке, способность скатиться всегда связана с нисходящим движением к неминуемой гибели. Здесь важно подчеркнуть, что горох, в отличие от других подобных ему участников растительного кода, мака, зерна или перца, характеризуется не только множественностью элементов, но и счётностью, что председает его важную роль бутылок. Например, известна роль гороха в основном по свадебному поезду. Там большую роль играет то, что горошин именно девять. Я не буду приводить эти примеры, но есть и в русской и белорусской традиции других, когда девять горошин, нужно найти стручок с девятью горошинами и сказать «девять горошин, десятая невеста, кони не с места». И таким образом останавливается этот свадебный поезду. Таким образом, горох оказывается магическим средством, применяющимся в вредоносной магии. Однако он же может и предвещать и дальше, нашедшим девять горошин в первом раскрытом стручке. Следует отметить, что число девять, помимо своих магических свойств, отсылает количество детей гормодежки на зверду к одноземным. Опять же, это напоминает Владимир Николаевич. В связи с магией, следует отметить особую связь гороха со змеёй, что проявилось в некоторых ритуалах. По русским поверьям, горох, проросший через голову, летел убитой лесной змеи, обладающей предельственной силой. Цветок такого гороха, собранный в полночь или в полночь, положенный в восковом шарике в рот, помогает узнать, что у каждого она умеет. По чешским поверьям, кто съест первый стручок такого гороха, приобретёт способность принимать гусени. Чтобы под невидимым и неслышанным на охоте, браконировавши в четверг, пятницу, субботную, страстную неделю, вкладывали в водную горошину глазные отверстия через змеи, закапывали череп, прикрывали камнем. Из боковых побегов выросшего гороха, сплетали венок и надевали под шапку, а в рот плали горох, проросший через челюстью змеи. Чудо-действительные свойства цветка гороха, проросшего через голову, летела змеи, не более наводят на мысль о таких же свойствах цветка папры, которые, как известно, связаны с гамморежцем. А его плоды, дающие человеку уникальные возможности, позволяют соотнести горох с гипнотическими, наркотическими и глюциногенными свойствами других элементов растительного кода, соотносимых с основным мифом – грибов и маком. Соотнесенность с хроническими персонажами, которые иллюстрируются в приведённых поверье, является характерной чертой бобовых мифологий многих народов. Например, в сладянской коммунальной обрядности горох предназначался мёртым. Беларуси кидали горох за печь для души умерших. Магическое использование бобов на посоле связано с архаическими представлениями о них, как об истанище души умерших. В связи с этим люди пытались с помощью бобов связаться с тем, как с огромным миром. Отсюда использовали его в гаданиях, ритуалах и во время ритарных праздников. Корни этих представлений, по-видимому, не лежат в глубокой древности. Подобное значение имели бобов в философской системе пифагорецов. Относительно бобов, орфики и пифагорецы думали даже, что есть их означает то же, что есть человеческие тела. Причину этого запрета пифагор объяснял так, цитирую. Когда нарушилось всеобщее начало из-за рождения, то многое в земле вместе сливалось, сгущалось и перегнивало. А потом из-за того вновь происходило зарождение и разделение. Зарождали животные, прорастали растения. И тут-то из одного и того же перегно возникли люди и проросли бобы. А несомненные доказательства этому он приводил такие. Если попры жевать и жвачку выстоит ненадолго на солнечный зной, а потом подойти поближе, то можно почувствовать запах человеческой крови. Если же в самое время цветения бобов взять цветок, еще потемневший положительный сосуд, закрыть крышкой и закопать землю на 90 дней, а потом откопать и открыть, то вместо бобов в нем окажется детская голова или женская матка. Запреты на потребление пищи бобов в определенное время есть у славян, в правдоподобных предписаниях немалопротиворечий. С одной стороны, у славян встречается запрет и изгород на святке масленицу, у русских длинная дня. В то же время у западных славян и у восточных украинцев и Беларуси горох был важнейшим блюдом на святки, в особенности на Рождество. Как отмечал Владимир Николаевич Топоров в отношении грибов в контексте основного мифа, в зависимости от оценки мотива вызвавшего разъединения кровавежца с детьми, обращенные в конечный счете грибы, последние получают две серии названий – грибожья или грида, или дьявностая грида. По-видимому, можно этим объяснить такую амбивалентность в пищевых предписаниях, в запретах. Амбивалентность гороха по отношению к самой оппозиции – жизнь и смерть. Множество ритуалов связывают его с плодовитостью и плодородией. В Беларуси, Чехии, Словакии, Польше большое количество горошек в ритуалах ассоциировалось с большим предплодом обед, с курой, также с золотом. В Моравии полагали, что курица снесет столько яиц, сколько горошек, сколько ее усочения. Горох участвовал в свадебных ритуалах, в которых его присутствие прямо ассоциировалось с плодовитостью невесты. Невесту засыпали горохом, и по количеству застрявших в платье горошек судили о количестве будущих детей. Горох подавали на свадьбу, на свадьбу стекали горохами плетни и так далее. Известны сказочные сюжеты о зачатии ребенка от съеденной женщины горошек, которая стала звукать в ее чреве. Это та же сказка о фрагогадырях и горошке. По многим языкам метампора въезда гороху означает «беременеть». Горох во многих традициях ассоциируется с зародышем, что может быть связано с одной стороны с его круглой формой, которая напоминает плодное лицо, с другой – с представлениями о пребывании в плодах бобов, огорох и душах. Поскольку он является местилищем душ, съевшая его женщина обретает внутри себя еще одну душу, то есть становится душой. Это подтверждается еще одним из объяснений запретного употребления в пищу бобов в Древнем Риме. Женщина, съевшая боб в день всех святых, могла забеременеть от духа. Таким образом, мы опять приходим к теме детей в связи с горохом. Тема «Горох дети» необычайно популярна в литовском фольклоре. Во многих загадках огорох загадывается через детей. Например, отец – мешок, мать – шишки, литишки, рассыпалки. Ну, как бы могла, перебывала, цель битовский. Ай, молодец мой, здесь. Отец – саженый, мать – пядина, литишки, кобырышки. И так далее. Популярна детская тема в загадках о горохе других народу балцаранского пространства. Есть латышские загадки. Например, дерево к дереву, ветка к ветке, и на каждой ветке колыбелька, в каждой колыбельке – детки. Есть похожие белорусские загадки. Например, «Горы спусты, пустя домики, а в домиках – детки». Парея – ветер, домики развалились, а детки покатились. Русские загадки. Малые малышки катали катышки, сквозь землю прошли, поточине сползли, синюю матку нашли, синяя-синяя, да и вишневая. Есть также многочисленные литовские детские песенки с упоминанием бабок и гороха. Например, «Прыгают бабы и горошки, подпрыгивают за руки бородьи, идет каскор, ток-ток-ток-ток, и немножко лопат-пап». Есть довольно много метафоров устойчивых выражений в литовском языке, которые тоже используют эту тему «горох ребенка». Например, «Настоящая горошина – это наш ребенок, тигрыш, жирность, космосовый, тупость». Это все примеры словаря литовского языка большого. «На пусть от таких горошин для детей полно дома». Я была как горошина маленькая. Таким образом, собрав все поклевные метафорические данные, приведенные выше, можно восстановить своеобразный мехологический путь гороха. С неба, по которому он рассыпал звезды, вот грану падает на землю, где проникает подземный мир, царство мертвых становится местом перебивания душ умерших и связывается с хроническими божествами, ответственными за полдородие и богатство. Оттуда прорастает зоровая деревня, способная доставить культурный бюро в верхний мир, а если употребляется в пищу женщины, воплощается в ней зародыш и вырастающий могучий великан, способного победить дракона. В случае необычного прорастания через череп или челюсть из нее обладает магическими свойствами. В общем-то, это вполне сочетается с описанием фрагмент основного мифа, который я привела в начале. Цитата Владимира Николаевича. В контексте основного мифа, если предположить участие в нем гороху, получается, что горох или боги, это дети громоверства, пребывавшие на небе, неизверливые в нижнем небе, становятся помощниками тонических персонажей, не теряют при этом своих магических свойств, которые могут использоваться как в позитивных, так и негативных целях. Способности быть медиатором, междувергным и нижним миром. Но остается добавить, что это все очень ярко окружено не в литовском фольклоре, а в главную песенку, которая просто отражает полный путь мифологически от благороха. Любово. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Я так и думала, что да, если должны быть вопросы. Не только вопросы, а мелочь. Просто у меня два замечания. В литовском фольклоре существует очень интересное поверье, что угли по ночам выходят на берег и за горох, то есть поедать горох. То есть, как бы вы рассказывали, что лоб кладется горошина в челюсть змеи, а тут вот как бы квазизмея, она сама за этим горохом идет. Это мелочь. Но самое интересное, что я тут, может, прослушал, упоминаю ли вы, что ведьмы, одно из объяснений полетов ведьм, то есть куда они летают, они летают чернявом собирать горох. И это поверье, кстати, получает очень и хорошее объяснение в контексте вашего докона. На самом деле становится понятно, что в этом горохе, как ведьминам стоится символ, видимо, символ водородия или что-то подобное. Я вообще очень много не сказала, потому что это слишком мало времени для того, чтобы привести этот материал. Материал этого очень много, особенно в связи с ведьмами, там, ведьмами, да, метлей, да, руку и степляет, так далее. То есть это, встеп, очень много. Спасибо за этот вопрос. И все, пожалуйста. У меня два вопроса. Я бы хотела познать, а как моделируется от датков, от датковской загадки, от дуги, то есть юбейцы, немедленности. И еще, возможно, и другая реализация даровок, задворок. На мере, у древних Бермонских задворок об ознании болезни, обращаются к болезни и говорят, станет маленький, совсем маленький, такой маленький, чтобы не стало ничем. Ну, что касается этих загалек с дубом, да, у меня дуба на дорог, то есть, как вообще мотивируется от датков? Почему этот датков? То есть, какие мы можем логические связи с датков? Ну, мне трудно сказать, такой логикой руководствовались не сочиняющие. Нет, думаю, может это еще не отчинка? Ну, конечно. Ну, конечно. И можно с этой связи? Ну, я не знаю, может быть, какая-то ассоциация с цветком галок, это месяц, который встает. Мастер. Мастер. Мастер над этим дубом. Наверное, им длина, за что могут придумывать. А мифологически все очень красиво. Красиво. А что второе такое? Второе – это заживо состояние болезни. Огоровка – это просто метафа, а баллоска. Ну, да. Я бы, собственно, и говорила, что это… Если дегитативный ход, или именно догородка, может быть… Ну, ведь там в основном огоровка, то есть, если бы это было сочинство что угодно, ну, да. То есть, превратится в горошек, превратится в нечто маленькое, так что катится и исчезает. То есть, это, опять же, в той же теме гибели – исчезновение. Загадка такая. То есть, он тоже там катится и исчезает. Такая… Какая-то судьба. Можно сказать… Еще вопрос? Я попытаюсь просто ответить на ваш вопрос о логической связи. Просто современное горожане, когда говорят «горох», они представляют себе нечто более крупное, чем тот горох, о котором складывался материал. Тот горох, как я понимаю, в четыре-пять раз даже меньше. Вот. И о том, что он уж так катится… Это большой садовый горох, он такой подвижный. А горох дикий, традиционный, он вовсе не такой подвижный. У него манера исчезать, вот, прямо недокативность. В этом смысле, то те моменты материалов, где речь идет о том, что горох катится, это момент событийный, а не фоновый. Поскольку и не все звезды имеются в виду, а только те звезды, которые вот падают, как метеориты. Вот это не все, что можно сказать на эту тему, вот именно о логике превращения в ничто. Почему горошина стала синонимом вот непытия, превращения в непытия. Есть еще соображения, но они более проблематичны. Спасибо. Еще вопросы, короткие комментарии. Всемир, большое спасибо. Видно, что основной лист такой продуктивный, что всегда можно продолжить. Это действительно очень интересный материал. С огромным удовольствием предоставляю слово Татьяне Владимиром Топоровой с докладом «Германские параллели» за методом Владимира Николаевича Топорова о Сидоре Карповичу. Прежде чем начать выступление, я хотела бы поблагодарить Татьяну Владимировну Цыгану, которая в волочке сейчас укрылась. Я очень благодарна ей за энергичную физику как первоначального варианта, которая заставила меня задуматься о переделке. Значит, важной особенностью научного творчества Владимира Николаевича Топорова является, как мне кажется, своеобразная методология, предполагающая возвращение к наиболее важным темам, сопровождающаяся, как правило, более углубленным анализом материала. Цикличность, заключающаяся в изучении языковых данных снова и снова на иных уровнях и неисчерпаемость материала, невозможность дойти до дна и делает работу Владимира Николаевича актуальной. Их принципиальная незавершенность и открытость являются мощным стимулом для обоиска аналогии. Желание заполнить германские лакуны в сложной мозаике индоевропейских реконструкций Владимира Николаевича побуждало меня уделять внимание соответствующих проблемам. В данном случае хотелось бы обратиться к небольшой, но на редкость существенной статье об одном охранничном переживании похороны Синца Тарковича. Это статья по эпоху на полуслоянстве исследований 1987 года. И она входит в комплекс работ по изучению индоевропейского похоронного обряда. О значимости этой статьи говорит хотя бы то обстоятельство, что она была уже предметом дискуссии на первое впечатление памяти Владимира Николаевича. Прежде чем перейти к анализу фактов, необходимо сделать несколько замечаний. Во-первых, нужно создать точку для сравнения и обосновать его правомерность. Во-вторых, эксплицировать некоторые постулаты Владимира Николаевича с тем, чтобы оперирование ими не подвергалось сомнению. И в-третьих, трактовки германских данных также нуждаются в показательстве. Для выполнения поставленных задач придется привести веские аргументы, подтверждающие следующие тезисы. В собрану Владимиру Николаевичу Топорову в письменных свидетельствах о Сидоре Каповиче речь идет о первых похоронах. Германский миф о Бандре интерпретируется именно как миф о первой смерти и первых похоронах. Славянские и германские тексты о первых похоронах характеризуются общей структурой. Принадлежность рассматриваемых текстов к разным стилистическим регистрам, низкому и высокому, не является препятствием для реконструкции. Миф о первых похоронах интерпретируется в контексте основного мифа, а реконструкция персонажей на уровне общего имени собственного не предусматривается. Имена персонажей в нашем случае не представляются релевантными. Теперь приступаем к обыкновению этих лиц. В статье «В одном архаичном переживании Кухонного Сидора Каповича» Владимир Николаевич обнаруживает дальше цитилу весьма архаичную схему мифа ритуального сценария, имеющую самое непосредственное отношение к теме похоронного обряда, который в данном случае есть не что иное, как воспроизведение прецедента, донесенного до нас в мифе – первых похоронных логических персонажей. В основе протетекста о Сидоре Каповиче, по мнению Владимира Николаевича, лежит миф о первой смерти и первых похоронах, а в образе главного героя запечатлен первый умерший или первопокойник. Если попытаться прокомментировать эти выводы, то получается, что идея первых похорон, не представленная эксплицитно в реальных засвидетельственных текстах, получает право на существование на том основании, что, опять-таки, каждая реальная смерть похорона ориентирована на мифологический прецедент, на первый случай, на то, что было вначале, повторяя его через соотнесение себя с ним и тем самым приобщаясь в сфере мифологически-сакрального. Бальдер – это один из самых сложных и противоречивых образов германской мифологии. Главная проблема заключается в невозможности развлечения автоптонных и заинственных мотивов, как восточных, как и христианских, происхождение которых не может быть установлено в полной постоянности. Хотелось бы теперь обратиться к древнегерманскому, преимущественно древнеизнанскому материалу, описывающему миф о боге Бальдере, сыне верховного бога Сгензанавского пантеона Осина и богине Фри. И я попытаюсь привести доводы в пользу его интерпретации как миф о первой смерти первых похоронах. Я не знаю, нужно ли мне прочитать фрагмент из «Младше Эдды», где подробно об этом говорится. Он не очень большой. Тогда читаю. Значит, «Младше Эдды» – это произведение с ноли. С Тургусона датируется 1222-1225 годами. В этом фрагменте сообщается. Бальдеру Доброму показали дурные сны, предвещающие опасность для его жизни. И когда он рассказал те сны асам, ас – это один из беду два бога, они держали все вместе совет, и было решено оградив асности. И Фрик, то есть его мать, взяла клятву с огня и воды, железа и разных металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда и тьмеи, что не тронут Бальдера. А когда она это сделала и другим поведала, стали Бальдер и Асу добавляться тем, что Бальдер становится на поле Тинга на месте собрания. А другие должны были кто пускать его стрелы, кто рубить его ничем, а кто бросать неукаминьями. Но что бы они ни делали, все было Бальдеру нипочем. И все почитали это за великую удачу. Как увидел, то Лохи, сын Лоуи, это зловредный бог Фрикстер, пришлось ему не по нраву, что ничего не вредит Бальдеру. Он пошел в Фрик, принял в образ женщину и спрашивает, все ли вещи дали клятву лидров из Бальдера? Фрик отвечает, растет в закуток от Вальхаллы один побег, что зовется Амилы. Он показался не слишком молод, чтобы брать с него клятву. Лохи вырвал с корнем тот побег Амилы и пошел на полетинга. Фрик стоял в стороне от мужей, отступивших Бальдера, и он был слеп. Тогда Лохи заговорился, отчего не метнешь ты чем-нибудь Бальдера? Тот отвечает, от того, что я не вижу, где стоит Бальдер, да и нет у меня оружия. Тогда сказал Лохи, все же поступи по примеру других, уважив Бальдера, как и все остальные. Я укажу тебе, тело стоит, метни в него этот пруд. Фрик взял побег Амилы и метнул Бальдера, как в глазу он лод. Пронзил тот пруд Бальдера и упал он мертвым на землю. И так совершилось величайшее несчастье для богов и людей. Но мстить было нельзя, было то место для всех священно. Великий Урон причинила Асу смерть Бальдера. Асу Ходни летела Бальдера и перенесли к морю. Хринг Хорн звалась Ладья Бальдера. Боги хотели спустить ее в море и зажечь на ней подлевальный костер. Но Ладья не трогала с места. Тогда послали в страну великанам за великанши по имени Хироги. Когда она приехала верхом на волке, а по воде не ей служили змеи, заскочила Назис, Ходни позвал четырех персерков подышать ее коня. Но те не смогли его удержать, пока не свалили. Тут Хирогин подошла к носу Ладьи и сдвинула ее с первого же толчка. Потом тело Бальдера перенесли на Ладью. И лишь увидела это жена, это Нанна. У нее разорвалось от горе сердца и она умерла. Ее положили на костер и зажгли его. Тор встал рядом и осветил костер молотом геомер. А у ногу пробегал некий карлик по имени Лидии. И Тор пихнул его на бров костер и он сгорел. Множество разного народу сошлось у костра. Один положил в костер золотое кольцо Драукона. Ездил от по кольца с тех пор свойства. Каждую девятую ночь капаетесь ему по восьми колец с того же веса. Коня Бальдера свели на костер во всей сборке. Старшая Эдия. Бальдер фигурирует в основном двух песен. Это пролицание Вельбы и сны Бальдера. В остальном упоминается эпизодически. В пролицании Вельбы наиболее легендно представлены мотивы об убийстве Бальдера, о Бальдере – жертве, имеющей сакральный характер, и его ассоциации с подрожденной вселенной, прежде всего, с цветением растений. Сюжету о Бальдере посвящена отдельная песня сны Бальдера. Она представляет собой диалог между духовным богом Одином, отправившимся в загробный мир, и пролицательницей, которую он поднял из могилы, чтобы выяснить судьбу своего сына Бальдера и будущей вселенной. Существует несколько причин, по которым миф о Бальдере может быть истолкован как миф о первой смерти и первых похоронах. Во-первых, такую возможность предусматривает сама композиция произведения. Младший Эдди, непосредственно после изложения эпизода об убийстве и похоронах Бальдера, следует описание экологической фатастрофы – гибели богов. Во-вторых, в рамках самой традиции отмечается неординарность убийства Бальдера – восководского существования вселенной на два периода – золотой век и первое злодеяние, угрожающее гармоничному миропорядку. При этом устанавливается причинно-следственная связь между смертью Бальдера и произошедшими позднее событиями той гибели богов. В-третьих, нельзя не упомянуть то обстоятельство, что за похоронами Бальдера отчетливо проглядывают типичные признаки реального германского похоронного ритуала, известные по данным археологии и культурной антропологии. Сравните, если динамские обычаи ожидают погребный корабль и возводить таким гурганом, который свидетельствует на эпоху железа. Подводя итоги к самовсказанному, победительной представляется гипотеза подающегося германиста Яна де Криса о том, что миф о Бальдере изначально не имел ничего общего с культом правдородия. Он воплощал миф о смерти, рассматриваемый в контексте обряда инициации, в котором фигурирует тема возникновения смерти как испытание, которое должен пройти ее душа, чтобы добиться нового статуса зрелого мужчины. Если принять эту концепцию, то оказывается возможным объяснить многие странности. В частности, вьющееся растение амела абсолютно безвредное, претербевает бонусное превращение и становится смертельным оружием. А ситуация бросания в Бальдера богами копия мечей отсылает к идее мнимой жертвы. Невозможность шевернуть Бальдера богам в наибольшей мере реализует представление об окончательности и необменимости смерти. Теперь попытаюсь опознавать принадлежность русских текстов Асидри Карповича и древнеиславских текстов о Бальду к классу текстов о похоронах, обладающих совокупностью общих черт, на которые указывал Владимир Натальевич. Цитирую. Обычно такие похоронные тексты описывают некое действие. Главный персонаж объекта похоронки является знаково отмеченной фигурой, с которой к тому же соотносятся определенные предметные атрибуты и символы. Само действие и исполнение описывающих его текстов приурочено к отмеченной точке ритуально-календарного цифра, например, святки Масковицы. Основная и, по сути дела, единственная тема – похороны, но она предполагает актуализацию лежащей за ритуалом глубже его, фундаментальной идеи смерти и жизни пострясения. При сопоставительном анализе сюжета о Сидоре Карловиче и Бандре обнаруживается ретикотворная форма текста и одинаковая композиция соответствующих текстов – диалог. Вопросы обращены к полковнику Сидору Карловичу, а ответы направлены тем, кто их ухоронен, по кому дни или батюшкам, которые выступают как участники и организаторы самого похоронного обряда. Сны Бандра состоят из вопросов Одина – дальнейшего жреца, обрекающего Бандра на смерть, стремящегося узнать о предыдущих событиях, и ответов, пробужденные им от мобильного сна Вельба, обладающей дамом жертвителя. Хотя в первом случае в диалоге принимает участие жертва, объект похоронного ритуала – покойник и те, кто его хоронит, а во втором – субъект ритуала – жрец и прелицательница, то, что на уровне выражения не может не быть симптоматичным. В фольклорных текстах Осип Рикаповича, скорее всего, диалог воспроизводит прения сторон во время похоронного обряда. Что же касается снов Бандра, то мы, несомненно, имеем дело с диалогом на космологические темы. Так известно, похоронный обряд, воспроизводящий сакральный обряд первого похорон, включает исполнение конкретного ритуала в общую космологическую схему. Следовательно, анализируемые диалоги восходят к общему источнику. Особенно следует отметить, что изложение мифа в прозаической младшей Эдди обнаруживает явные поэтические источники и позволяет предположить наличие архаичных песен о смерти Бандра. Может показаться несколько необычно, что сюжет о первых похоронах представлены в контрастных кодах. Возвышенном, божественном, мифа в Абальде и намеренно занишенном о Сидоре Капковиче и реализуются в соответствующих жанрах, эпосе и выличках, приспазках, наносящих отчетливо вырожденный характер. Однако эта антитеза не кажется принципиальной, она становится понятной, поскольку апелляция, здесь опять цитирую Владимира Николаевича, в сфере низовой комики игры, эксплуатирующей гротесно абсурдистские ситуации, осуществляется в равновешивании страха смерти смехом во время похорон, в основе которых лежит фундаментальная идея смерти и жизни. На основании исследования фольклорных текстов о Сидоре Капковиче и древнегерманских данных Абальде можно предпринять следующий шаг – установить их принадлежность к основному мифу о громовержестве и его детях. В этом мифе Сидор Капкович выступает как сниженный образ громовержества, в то время как Бадер выполняет иную роль – младшего сына, которого умерщвляет его отец. В последнем случае речь идет, несомненно, о модификации основного мифа, о котором речь шла в предыдущем докладе, а именно о связи громовержества с обвиняющим напитком и ее реализации в варианте мифа о наказании громовержеством младшего сына, которого он размечает и разбрасывает под землей. Через год он возрождается в виде репутативных образов. Такая трактовка Бальдера нуждается в некоторых пояснениях. Намек на конфликт Одина и Бальдера содержится в Втором Мерзекурском затвинании, где мотив Бальдера – жертва и водно-жреца фигурирует. Кобыла Бальдера, над которой совершает магические манипуляции водан, по-видимому, замещает своего хозяина. А действия Водана, поющего чудодейственную песню и соединяющего часть тела кобылы, типичны для процедуры жертвоприношения. Мотивы пеняющего напитка реализуют родственными древне-исланскому теониму Бальдера обозначение ядовитого травянистого растения, вызывающего галлюцинации и бред, белины. Здесь вот древне-английский пример Беолана и древне-саксонской белины. О растительных ассоциациях Бальдера свидетельствуют как многочисленные мифологические мотивы, так и сама этимология теонима Бальдера подводится к энди-европейскому хелму, бухать и родственному хлебу, цвести. Ни в коей мере не оспаривая определение мифологического персонажа как пучка элементных признаков и функций, объединенных именем, необходимо акцентировать внимание на особом случае, когда общего имени не может быть по определению. Именно такая ситуация наблюдается в нашем случае. Имена рассматриваемых персонажей обладают одной общей чертой. Они обозначают человека как такового. Владимир Николаевич пишет. Сидор Карпович употребляется в значении имя Реха как обозначение небоего человека, человека вообще, человека типа, вантера всеобщности. При этом реконструируется семантический переход «первый человек» – «первый покойник». Иными словами, Сидор Карпович используется для наименования безымянного покойника. Аналогичная ситуация характерна и для Бальдера. Сравните сосуществование наряду с теонимом древне-изландской Бальдера древнеанглийского апеллиатива «Биазо» – «Господин Попелити». Вообще в мифеобальдере сплошь и рядом фигурируют творящие имена. «Хёд» – это теоним древне-изландский «Хёдер» на фоне древне-изландского «Хёдер» – «Битва». В семантических математических именах зафиксировано еще одно сходство – «Растительный код». Сравните репетативные коннотации «Бальдера» и связь отчества «Харпович» с обозначением плода. «Реолитрический трактов». Таким образом, речь ни в коей мере не идет о неучете роли имени, собственно, в инвекции «Харповича». Интерпретация текста Фасидри Каповича была дана исходя из внутренних данных. Поэтому представляется вполне уместным поиск внешних параллелей. Речь идет о персонажной ипостасе похоронного ритуала, о главном участнике соответствующего обряда, о его субъекте – покойстве. Такая трактовка сюжета позволяет привлечь технологические параллели первой смерти первого покойника в других архоичных поэтических традициях, в частности, в древне-германской. На основании приводимой информации можно сделать вывод о восприятии Бальдера в рамках миф-поэтической модели мира как первосмертного. Жертвы, приносимые Годиным, храном из экологической катастрофы ради обновления жизни, возрождения Вселенной и появления нового поколения богов. Убийство Бальдера знаменует первую смерть, кардинально изменившую установленный миропорядок. Сожжение Бальдера над костюм богами является прообразом похоронного ритуала. Несмотря на отождествление Сидора Каповича и Бальдера с различными персонажами основного мифа, громовершенного его сына, их объединяет общая функция – жертвы, воплощение первой смерти первого покойника. Если такая краковка вполне ограничена для Бальдера, изображаемого внутри германских источников, страдающих не пассивно, то восприятие сниженного образа громовершства Сидора Каповича как жертвы, а не жреца, может показаться странным, если не принять во внимание его важнейшего свойства – амбивалентности. Сходство между Бальдером и Сидором Каповичем является, разумеется, чисто типологическим. Указание параллелей и вкуса не означает – это жертвы и персонажи. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, Дэнч. Пожалуйста. К вашей мысли о том, что убийцей Бальдера может быть громовершен, у меня такая сразу мысль появилась о речи амбелы именно как средство убийства. Дело в том, что амбелы сама собой связана с громовершенством. Но в литовском, например, языке тоже слово «алла» означает амбелу, но не только амбелу. Другое значение того же слова – это вид молнии, когда без грома идут на молнии. То есть, собственно, можно сказать, что если перенести, то я, кстати, не знаю, как в германских языках такая связь существует или нет, между амбелой и молнией, прямой. Но литовская ассоциация, если она архаичная, я не могу сказать, она даёт сразу же подтверждение о этой вашей идее. На самом деле, она как бы в молнии и убивается. Бальдовский – это «зраниться». А, это второе значение, это как раз, да-да, «зраниться». Потому что всё равно она вид молнии, так сказать. Спасибо за замечание. Ещё вопросы, замечания, комментарии. Пожалуйста. Я, видимо, не успею ничего спросить про русский материал, про Сидрокарпич. А вот насчёт германского материала есть несколько таких вопросов. Самый простой из них. Вот вы говорите, старая, более старая, чем с Нови Стурмусом, песни о Бальдере. Как вы полагаете, каких они могли быть времён? Могли бы они быть скандинавскими или ещё же континентальными германскими? И самое главное, как в них вашего героя всё-таки называли? Его называли несомненно Бальдер во всех версиях. Сюжет о Бальдере не является специфичным 11-м. Наличие второго мерзибургского заклинания не оставляет ни малейших сомнений, что это общий германский сюжет. Кроме того, об этом свидетельствуют и многие топонимы. Ян Де Крис даёт здесь однозначную картонку и оба общетерманского. Я не говорила, что сюжет младшей Эдды моложе, чем, допустим, песни о Бальдере. Это не так. Просто соотношение между младшей Эддой и старшей Эддой на редкость сложное и неоднозначное. Очень много есть случаев, убедительно доказанных, о том, что младшая Эдда – младая древняя, а старшая Эдда оперирует материалом младшей Эдды и преобразует. Я выросла до Сноурия Стурбускина. Хорошо, я поняла вашу мысль, но если тогда, возможно, второй вопрос. А он немножечко сложнее, я бы сказала, трагичнее. Дело в том, что, вот вы говорите, как бы «бестановленная гармония», а потом, вот, убийство Бальдера, ну, не Бальдера, да, вот, ее нарушает. Ну, не кажется ли вам, что весь вот этот мир вокруг Кодина, Аздор включая, это еще гармоничный мир? В отличие от южных мифологий, он как-то был ориентирован на вот, на самоуничтожение, на родную роль. И в связи с этим, я думаю о том, что вот Владимир Николаевич очень интересовался и совсем другим, тоже, может быть, далеко не южным мотивом. Я не считаю, что Травая, который он интересовался, это уже такой юг. Вот, но там, вроде бы, в этих позднеюгийских темах, может быть, и радиюгийских, там, действительно, речь на о том, что гибель мира – это некая возможность, так сказать, что только можно предупредить. Что дорадно, то, по-моему, все работало на позицию мира, и все, в том числе и офис Мегами и Визонт, вот как в руки очень хорошо разобрался с ненавистным богом света. Мне кажется, что это даже не первый прецедент, а это такое оружейное использование. Сам Владимир был оружием. Ну, об этом можно говорить. Спасибо. Во-первых, я, конечно, согласна с вами, что скандинавская модель мира, ее никак нельзя назвать гармоничной. Конечно, она ориентирована на предел. Она как бы вот заострена. Идея гибели доминирует, и все к этому происходит. Но существует ряд работ, основанных на последней страфе пролицания Вильмы о том, что за гибелью это цикличная модель развития. Потому что там говорится, что земля возникнет. Во-первых, после гибели богов есть следующий цветок. И у нас находится на небе новое поколение богов. Земля второй раз поднимается из моря, снова зеленая. И есть следующий цикл гибели, когда прилетает с нижних полей, то есть из нового мира, дракон Нидхэг, несущий трупы. То есть это как бы еще одна гибель. Поэтому в целом эта модель, конечно, цикличная. Я думаю, что сюжет о Вагме, о котором вы рассказывали о нашей цикличенности отношения в ряды. Нет, я говорю о модели мира. Я думаю, что модель мира, сама на себе, она за равный рынок и, по крайней мере, еще два цикла. Но я думаю, что именно вот уничтожение Вагмада, и, если бы вы хотите сказать, по убийству о уничтожении, все-таки находится по этому, что она на равный рынок. Я именно вот створачь с мыслью Академа. Спасибо. Вагмада. Совершенно короткий вопрос. Не знаю. А ведьмология слова Сидерф – это просто… Это заинствование из греческого и святого. Просто заинствование. И карту тоже заинствование. Вагмада. А ведьмология не имеет отношения к чему? Вагмада. Вагмада. Теперь тип viene. Так. Вагмада. Сутина из СидерфLaRopMV. Да, это да, не случайно, если можно, аудитория… Да. Я же скорее, может быть, такое шуткило, предположение. Но, Сидер, предпроч деруять, что означает «Дар Сиды». Соответственно, учитывая, что Визида имеет некоторое отношение к растительности, даже прямой язык, то здесь можно предполагать, что и Ситар Карпович в своем роде обосредованно несет ту же идею. Да, то есть имеет соответственно отчество. То есть, из-за того случая, он выбран, кажется, что случайно, а на самом деле транслирует эту идею. Короткий вопрос сейчас. Не кажется ли вам, что, и как вы думаете, интересно, узнать было бы, не можно ли сказать, что очень много в Эдах построено буквально на черном юмору? И цель имеет черного юмора. Вы мне обратили, наверное, на это обращает внимание этот маленький карлик, которого Тор ногой пекает. На самом деле, я вам могу сказать, что это не черный юмор. Я специально не переводила имена, вот это вот поликарши Фьюер Рокер, сключенная, ладьи Хрейг Хорни с каким-то загибающимся носом. Карлик Хрис, что значит цветной. У Яндекс Хрис просто есть объяснение каждой этой мелочи. Это не черный юмор. Это точно, да. Но это действительно символично. Это все имена не случайные. Но вид создается, образ довольно, ну, такой интересный. Не тот мужик, маленький, он, по-моему, это нечего делать, это такая сумма проказа. Ну, есть интерпретация, это такая проказа. Спасибо, Александра Назумировна. Следующий доклад Сергей Юрьевич Темчин. Дорогие коллеги, как известно, сопоставление балтистских и славянских языков бывает исключительно полезно. для словистики, потому что факты балтистских языков в очень во многих случаях помогают нам лучше понять происхождение соответствующего соответствующего иссторянского материала. Сегодня в своем докладе я хотел бы показать, что в редких случаях бывает и наоборот. что сопоставление балтистских и иссторянских данных может быть также полезно для выяснения литовского материала, который вместо этого сопоставления, как мне кажется, не вполне понятен. Речь пойдет об слове и имени мифологического персонажа, гильдеме, или иногда это слово имеет другое ударение, гильдеме, персонификации чума или просто смерть литовского языка. Вот давайте присмотримся к этому слову. Академические слова литовского языка дают всего два значения у этого срока. Символ смерти указан на человеческий спелятый спросок. Или просто смерть. А почему нет? Здесь никакого упоминания нет. И второе значение переносное, зоологическое. Это ночная палочка или латинское название гильдемут. Но второе значение не подтверждено никакими диалектными данными. Может быть, это искусственная научная тема. Получается, что у нас есть представлено в диалекту только одно вот это первое значение. Символ смерти или просто смерть. География. Это слово известно. Причем идти в западной Литве. Причем и в северной, и в южной ее части. Есть в южной Литве. Причем так в Сувалькии, так и в западной части Цукии. И это слово известно по всему литовскому северу. И за исключением только крайних северо-восточных говных. Получается, что это слово по данным академического, большого, двадцатитомного словаря литовскому языка не зафиксировано в центральных и восточных говрах Литвы. В бисерных памятниках очень часто, когда пишут об этом слове, указывают, что якобы первая фиксация датируется началом восемнадцатого века. И при этом мне упоминается, что на самом деле еще в 1599 году это слово не в качестве имени мифологического персонажа, а просто в значении смерти. Представлено в пластину архатолика Микагориса Души, в любовный опыт в Венисе. Хотя сам Душа расставил из центральной Литвы, но очень долгое время, практически в свою свою жизнь, он занимал высокие пласты и жил в ЖМТ. И есть вот в 1919 веке есть другие памятники, без словарей, без слов представленный, я отдал только наиболее раннюю фиксацию. Некоторый новый материал дает этнографию, где только в этнографическом материале, фалкулённом, этнографическом оказывается, что гильдине – это не просто смерть, а особенно в западах источников, производящих ЖМТ, говорится, что это эксплуатация конкретно чумы. Это может быть сама чума. И говорят, что гильдине, а ее еще называют марос, а марос – нормальное название чумы. У нее может быть двоякий вид, либо вот позднее, действительно, скелетство СОИ, известное западноевропейское название ее вид, но может быть и другого. Это может быть просто старуха, женщина такого преклонного возраста, она может приходить, садиться в ногах больного перед самым ее смертью. То есть не обязательно скелет может быть. И говорится, что вот эта вот антропоморфия, не скелет, а она правда, так сказать, ее вид является, скорее всего, первичной на литовской территории. И говорится также, что гильдине выступает с целым рядом своих помощников. А помощники – это у нее такие вот смертис, это славянское заимствование, просто смерть или могила. Но это тоже славянское заимствование, совершенно для нас прозрачно. Вот интересно, что, хотя гильдине называется так вообще по-другому, вот марос, ее помощники названы совершенно славянскими именами, совершенно, так сказать, очевидными. Почему так? Мне не удалось найти такого либо объяснения здесь. Но самое загадочное по слову – это этимология. Есть два предложения, это слово интерпретировать. Первое – классическое, вот от Шлейфера идет, вы видите, имена этимология, которые развивали эту точку зрения, которое возводит это слово «гильдеге» к глаголу «гясти», который значит «жарить». Это «ти», это окончание инфинитива, а здесь корень вот «гал». Это обычно вот такая этимология, она иллюстрируется примером, взятым из старо-литовской традиции, «когна и рамко вилькина гелуниста», да, на старо-литовском языке, из «бастива таукши», где смерть – моё жало. Как бы у смерти, вот это означает о смерти, есть жало, этих жалоб, ну, вот, так сказать, жалит человека, поэтому жалить и, то есть, само название смерти – мог быть этимологическим связям. Эта интерпретация вызывает два очень больших сомнения, потому что, во-первых, приведенный в контекст не является литовским попро-литовским стихом, который известен и в Старом Завете у пророка Оси, а потом повторяем и в Новом Завете. Получается, что, если мы имеем в виду везозаветную формулировку, то мы объясняем текстом, имеющим древнееврейское происхождение, эти технологии литовского стиха, что и представляется под ликами. Если мы имеем в виду Новый Завет, то мы, значит, берём греческий контекст и его к ней пытаемся объяснить. А в самих этнографических и проклоренных данных, где вот сама вот эта, так сказать, персеналификация смерти очень часто описывается, и даже был целый каталог глоболов, как она может человека, так сказать, уморить. Она его душит, она его давит, она его колет, режет, но нигде в вольклорном тексте не встречается, чтобы она жарила, а встречается вот в древнееврейском или древнегоречном тексте. Это проблема, семантическая проблема. Во-вторых, проблема со словообразованием. То есть, если даже отрешиться от папании, от различного «э» в глаголе и «и» в имени существительном, то вот непонятно, что вот это окончание дает вот «тинне», «сургстин», что это такое? Это очень похоже на суффиксы прилагательного, и такие прилагательные похожие есть, чтобы не просто корневой тематематологией заниматься, а как бы весь этот древак, попытаться его осмыслиться в термах словобразования. Оказывается, что есть такие прилагательные, например, «гибкинис», но семантика у нее такая, которая совершенно невозможна никак ею объяснять само это слово. «Гибкинис» – это значит очень сильный, а желание. Совершенно понятно, технологически данные показывают, что это само значение, повторичность. И нельзя этим словом объяснять, потому что такие даже русские выражения, как «захотеть до смерти», там, «смертельно», показывают нам, что вот сильное желание, желание до смерти, до смерти, захотелось что-то такое сделать, оно является вторичным. Оно здесь неплохое, семантическое. И есть еще такие приводательные суффиксы, или «причастие», как они называют, «должествование», когда надо сделать какое-то, так сказать, дело. Вот если «делать» или «дарить», то от него можно проживать такое причастие «дарительность». Значит, тот, который должен быть сделан. «Дарительность дарность». То дело, которое обязательно должно быть сделано. Здесь, вот когда я по звездочке здесь в «крунтауте» пишу, «гялити» у нас должна быть вот такая форма, образованная от «гялити», которая, во-первых, отличается краневым вокализмом от того, что мы здесь имеем, а во-вторых, совершенно предположенно семантически. Если бы такое слово существовало, оно нигде не зафиксировано в лексикопе «гялити». Нет такого причастия. Но если бы даже оно было, то значение его должно быть не тот, кто жалит, а, наоборот, тот, которого нужно ужалить. Ну, слишком понятно, что к смерти, так сказать, это не может иметь семья, а не малейшего, а не малейшего мужа. Но так как вот такие вот суффиксы очень похожи на суффиксы «прилагательные», хотя и вызывают семантические и формальные недоумения, тем не менее, Райлер Эккер по статье «десятилетней дальности» предложил, что слово «гялитине» считать субстантивированным прилагательным, который развелось на базе незафиксированного, но предполагаемого сочетания «гялитине-дейе». Получается, «гялитине», значит, та, которая вот какая-то вот такая, богиня, значит, та богиня, которая, ну, то ли, жалит, но опять-таки все вот эти недоумения, как я только что сказал, сохраняются. При этом исследователь высказывает в таком мысли, что, может быть, само «гилькине», и вот «гилькине-дейе», хотя реконструируются по слоточке, имеет белорусское соответствие «наглая смерть», и говорит, что вот это «наглая», если его членить как «нага», только как приставка, «глын», как «конь» получается, и «нагля», то вот этот корень «глын», если так членить, то вот это может быть «гиль», может быть, известно, даже по темологическому какому-то осознанию. Ну, здесь понятно, у нас проливая темология, данная других славянских языков, не позволяет предъявлять слово «наглый», приставку «нах уж нас». Нет таких приставок, если приставка это не бывает. То есть все это очень-очень проблематично. У нас есть две темологии, но, так сказать, ни одна из них, так сказать, не удовлетворяет нас полностью, потому что, так сказать, много очень непонятных вещей стоит. Если без этого, надо, так сказать, обратить внимание и на немецкое слово, которое встречается только в Восточной Пруссии, немецкое «герта» или «герта», «дух», часто выступающий в сказках, что, так говоря, снификацией случается. И Владимир Николаевич внес это слово немецкое в свой прусские слова, и сопроводил его следующим комментариям. Как и во многих других случаях, возникает вопрос о том, какое слово «прусское», а оно не спиксируемо в прусских текстах, либо «литовское» послужило источником заимствования данного регионального немецкого слова. Его решение далеко от ясности. То есть, здесь абсолютно ясности нет. Но ясно, что немецкое «герта» имеет балтийские корни. Но какие? Древнепрусские? Русское слово не зафиксирует. Или литовское? Литовское зафиксирует. Но как решить этот вопрос не совсем интересно. Я предлагаю попытаться решить этот вопрос путем сравнения с русским словом «желтыня». По некоторому соображению. Во-первых, оно похоже звучит просто по фонетическому. «Гильтине» и «желтыня» оказываются похожими, созвучими. Во-вторых, и то, и другое является названием персонифицированных мифологических персонажей. «Желтыня» после вечного представления – это «мать лихорад». Если мы присмотримся к этому слову повнимательнее, то кажется, что, по крайней мере, начальная часть, возможно, корневая, не просто созвучна, а что она может быть идентична и этимологически даже. Потому что, действительно, «желтый», если восстанавливается все, то на месте «е», там, где звучит «о», «желтый» в корне. В прославянском восстанавливается «е», которым очень регулярно соответствует литовское «и» и кратко, а само «желтый» появляется в прославянском, как мы все знаем, по первой портализации, перекладывается переднего ряда из «г», получается, что слово «желтыня», «жел» – первые три звука, и литовское «гильтыни», тоже вот «гил», они не просто созвучны, но они могут быть этим логически даже если. Но дальше, дальше различаются, потому что вот это «желтэ», «желтэ», потом «тэ» в русском слове относится к корню, а «ын» – такой суффикс, нет такого продолжения в корне, и такой суффикс в литовском языке не просматривается. Но если просмотреть фольклорный и словарный, даже русский материал, даже без обращения к другим советским языкам более внимательно, то окажется, что между этими персонажами и их названиями существует еще более тесная связь, которая даже на текстуальном уровне может быть показана. Я здесь вам даже не привожу, а просто устно вам скажу, что и в литовской традиции фольклорной, и в русской традиции оказывается даже есть одни и те же способы излечения, освобождения этого недуга, который вселяется в человек, и может представлять опасность для его здоровья и жизни. Фактически идентичный текст. Надо взять живую щуку, привезти ее домой, посадить ее в таз, или в катушку, и больного посадить так, чтобы он не отрывая глаз на эту щуку смотрел очень долгое время. День, два, три, вот без сна, без ничего, чтобы только смотрел. До тех пор, пока эта лихорадка с него не перейдет до щуки. А узнать можно тогда, что щука в конце концов подобна от взгляда человека. Значит, через взгляд можно изгнать лихорадку из себя, и все. Поэтому это не очень такой распространенный, как лихорадка Сюжат, хотя я не являюсь специалистом, но тем не менее, совершенно дословное описание этого ритуала, и в русском материале по отношению к желтыне, или в глитосном пазаре, где нет, здесь действительно может быть слеское, даже гораздо более тесное. И, наконец, это русское слово не одиноко, а есть очень много однокровенных слов с различными форматами, с различными субциями, которые образуют вокруг него очень большую семью. И вот эта семья у вас представлена здесь. Желтея, желтуха, желтица, желтуница, желтой, желтая, 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 желтая. Очень-очень много. А литовское слово одно, у него как бы нет этих вариантов, оно какое-то изобилие. И среди вот этих вариантов есть такие, которые формально полностью, не только в корневой части, но и дальше, полностью соответствуют литовскому гельтинию. Это, например, такие, как, например, желтеница, там, где через «э», желтеница. Желтеница, вот это перед «э», перед «э», может быть прояснением «е», в такой позиции, может быть, это благодарение, и оказывается, что у нас даже полностью, может быть, литовское слово полностью по звуку. Каждый звук может иметь соответствие в славянском. Соответствие только славянское тогда характеризмось в том, что еще дополнительный субикс прибавлен «ицца», с русским таким значением, ну, такое часто бывает, это проблемой «е» является. Но даже установив или предположив такое технологическое расход вот этих слов, все равно остается много непонятным. Потому что славянский материал, он прозраще. Потому что в славянских языках, не только в русском, но и в славянских языках, есть очень, так сказать, развитая модель, когда обозначение желтого цвета, вот с ним связывается, многие нехорошие, так сказать, вещи, опасные для человека, не только в болезни, говорится иногда, что время пришло, сейчас настало желтое, значит, опасное, трудное и так далее. И вот желтый звук, он связан с негативным, в общем, понятием во всем славянском мире. В литовском такого нет. Литовскому желтый никак переносом такого значения в такой семантике не развивает. И далее видно, что славянский материал гораздо более богат семантически. И что желтый, не только матери характер, но и многие разные болезни могут вот этими словами называться. И вот некоторые, наиболее часто повторяющиеся значения я здесь привыкнул. Это желтуха, или золотуха, или желтая лихорадка, или турбикулез легких, чахотка, можно назвать такими словами. И, наконец, вот эти, целый комплекс этого значения может иметь одно терюство, одно терюство желтуха. Это одновременный турбикулез, чахотка, и сильное малокровие, и, может быть, и золотуха, и желтая лихорадка, и детская болезнь ротовой полости. Очень-очень богатая семантика. На фоне этого материала литовское соответствие выглядит бедным. Одно значение больше ничего, словообразовательных никаких вариантов нет, изолированное, и нет непосредственной связи. И самая проблема состоит в том, что, если тоже, что у нас многое слово, которое значит «желтое», образованное литовское слово, то оказывается, что формально нам не дается этого сделать. Потому что в литовском слово «желтое» звучит как «галтонос», расширенный поле, и так далее, и даже есть такой «галтос» в поле. Опять-таки непонятно, что значит «ид», нет такого существа, непонятно, какое значение у него. Опять остаются эти… Да. И последнее. Я предлагаю решать этот вопрос таким образом. Еще «несельман», и это мнение цитируется в словаре «топорова», об этом внимания, что немецкое русское слово «галтон», оно еще «несельман» объяснялось так. «Die Deutsche der Provinz», получается «Ойст-поразвьбе», «дуйднесс» – «ясть мистер вершемлих», «альскобость плац-дольч-дольч-вэр» «дюрщ гельтса золотом жёлтозубле». И вот это сопоставление славянского материала с одной стороны, и вот такое, конечно же, неправильное объяснение. Немецкого «гельта», «жёлто», «зубокоряченки» зубов здесь, «балтийского материала» не может. Но само то же значение «жёлтое» показывает, что, может быть, это не совсем неправильное объяснение, а, может быть, это просто перенос «балтийской семантики» первоначально, который был связан с «жёлтым», получается полуперевод. Так как слова «балтийские» похожи, так сказать, звучат как «гель», вот такое объяснение, так сказать, могу подтолкнуть к такому неправильному, конечно, объяснению немецкого слова. А если так, то можно обратить внимание на слово «жёлтый», как оно звучит по-русски, оно зафиксировано и написано в парниках «гель-а-тийна», но все исследователи для немецкого языка согласны в том, что его надо исправить просто как «гельтайна», «жёлтый» получается, что листовский «гельтейн» с расширенным с улицем. А если так, то если есть непосредственно связь между «гельтейном» и «гельтэн» в немецком, то здесь мы можем предположить только одну связь, потому что «гельтейн» в литовском «гельтейне» никак не формально, не по сути, никак не связано, можно предположить, что «гельтейн» на основе «жёлтый» был образован в названии мифологического персонажа, которое тоже значит «жёлтая», а у нас есть параллельно в восточнославянске, когда даже сам «жёлтух» называется просто «жёлтая», по субсантированным предлогателям. И это незафиксированное слово попало в немецкие лобры восточной Руси, и только оттуда «гельтейн» могло быть заинтересован в литовском, в такой вот «гельтейне». Если это так, то вот это углеводированное переднеязычное «эээ», видимо, могло передаваться в литовском, как «и», «и», и это объясняло бы и фиксацию, и более западную привязку литовского слова в современных литовских диагностях. Если это подположение верно, хотя бы отчасти можно подсказать, что «прусское слово» действительно по правам введено в «прусские слова», его рефлекс представлен в «гельтейн» и через «гельтейн» проник в западную часть литовской территории и оттуда в Зуги и в Северную Америку. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Сама связь, которую Вы пинули, это чрезвычайно интересно. Думаю, что обязательно надо дальше работать в этом направлении. АПЛОДИСМЕНТЫ Но сразу три замечания. Насчет корневого классного существует «гельтейн», то есть, как вот такое насекомое… Я сейчас не скажу, на русском… Может быть? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По-моему, существует и форма нового лома не только ядя, но и гельт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, но в пассивном значении, когда у меня что-то колет… Никто на меня колет сознательно, а вот у меня колет сердце, как бы… Сердце, так сказать, непроизвольно, так сказать, в результате какого-то действия начинает… У нас сейчас не будет времени разобрать этот вопрос. Вот немножко не совсем так, тут бывают переходы значения в этом случае. Но, хочу что сказать, насчет образования. То есть, от гельтей нет так же, как от гряуски гряускинец. И в симатической компании тоже. Гряускинец – это просто гром, обычное слово. То есть, таким образом, как раз действующие лица образуется, и все стоит в порядке. Главное, насчет семантики, еще хочу сказать, что существует выличка о том… И, кстати, письма популярны о том, что человек, когда умирает, он говорит, положите мне ножницы в гроб. Я этой гельтине жало отрежу ножницы уже в гробу. И, кстати, археологические ножницы обнаруживаются в гробах. То есть, по захоронению. Надо все-таки это тоже как-то иметь в виду, хотя это не отрицает полностью, не решает вопросы как бы в противоплошную сторону. Но, как бы, не так… Думаю, что, все-таки, проблема не так сильно и быстро решается, как вот… Спасибо. Пожалуйста. Есть статья химполога Виктора Павловича Харубина. Он спрагнивал в гельтине и гельтского персонажа Баллора, царя Фомора. Ну, Виктор Павлович это делал потому, что ему очень не хотелось, чтобы Баллор и Баллор восходили к общему европейскому фору «Гхел». Этимологически это безупречно. Но он никак не мог согласиться с аргументами, что Баллор почти святой и вербально, и Баллор – это ужасное смертоносное божество, от взгляда которого человек просто мгновенно… любое существо мгновенно умирает. Поэтому он возводил, значит, Баллора к европейскому «Гхел» жарить, туда же вот относил этот гельтине. И второе, значит, насчет немецкой формы. А вы не рассматривали вариант, что это восходит немецкая форма в общегерманской баллорной форме гельсов, древнеиславской вьейда, древнегенерской керекции, и рассматриваются в контексте обмена дарами между адеком и божеством. То есть возмещается. Спасибо большое. Ну, на первых, просто не могу не сказать, что я не потерял, когда вы его услышали, я его слышу впервые, и я никак не могу вспомнить, что у меня там… Я должен прочитать статьи, это больше всего. Что касается интерпретации немецкого слова, так она интерпретация не моя, а германисты того самого и делают. Потому что это слово нигде не записано за пределами немецких диалектов в Восточной Брусе. Нигде больше других немецких диалектов мы не представим. Ну, Ростов, а у нас есть, если только очень близкие и семантические, и мафлористки-балтийские, то есть, это интерпретировать германский материал однозначно, что он имеет какую-то балтийскую связь. Ну, какую подобрен у Балтийских? А? Низу очень большое немецкого дерева. Ну, если бы это было немецкое слово, но оно где-то там был клапан, где-то сопротивлено вот этого, он очень небольшой, на самом деле, в Восточной Брусе территории, где бы он у нас аффиксировался. Особенно было действительно европейское или, в общем, германское, или вот такое. Здесь вот сама узкая очень география немецкого слова, вот это «Gelda», «Gelda», предполагает вот такой возможности интерпретировать вот германское слово, позволить его по поводу нигде германского народа. Но это даже не мой вывод, что это слово «германисты» именно основано очень узкой территориальной привязанности с вот такой географией. Только в Восточной Брусе можно идти. Спасибо мне, а у вас тут большая территория немецкая территория. Где вам перешли? Еще, пожалуйста. Я по поводу вот этой очень сложной связи, как «Gelda» и «Восточно-немецкая география». Но тут у меня вопрос не только к вам, а вообще ко всем географским теоретам. Ну вот вы привели три примера ударения. Это может быть «Gelda», 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 «Gelda». Пожалуйста. Пожалуйста. Вы знаете, вот так, что я сам этим вопросом не занимался, я знаю, что смерть может быть в белой одежде, и белый смерть может быть. Но вот оно связано с очень поздним общезапноевропейским представлением о смерти, как человек там в сауне, в кровае и так далее. То есть, может быть, это и культурная эта вещь. Потому что очень трудно, как вы знаете, хронологизировать леопедовские данные, что являются очень поздним западной гиперкризмой, а что восходит в какой-то леопедовской древности. Потому что у нас сам материал записан относительно недавно. Но ничего в то желтого, чтобы желтый свет леопедовически использовался какой-то плохой, нехороший, а смерть – такого нет. В конкретном значении, да, я привожу в конце литовская гельтена, но просто человек, пожелтевший от болезни. Она потом не перестомилизируется, не так… Но вот само строение этого цикла может напоминать строение вот того русского, которое предлагают, предполагают, поддерживая мнение Владимира Николаевича, который, собственно, в словах русского цикла. Я думаю, что непонятно, откуда это слово «в немецкий попало» из литовского или из кружковского реабиления, но в конце слова это слово будет звучать. Я хотела напомнить, что латышство как раз может быть не только белые, но и желтые, погребаренные обрядности народной песни и желтые. Но, по-моему, это действительно для нас повод когда-нибудь будет посмотреть на эту проблематику сейчас, этот материал пересмотреть и как бы дальше. Если можно от этой страшной тематики, я приглашаю вас это слово «в немецкий попало». Это слово «в немецкий попало» Продолжение следует...